я приветствую вас на канале Аленин сад в этом видео покажу как спасалась от заморозков расскажу некоторые свои секреты и хитрости которые придумала только в этом году в прошлом году я делала немножко иначе об этом у меня есть видео к сожалению к нам пришли большие при большие холода так холодно в мае никогда не было в моей жизни мне кажется даже когда я жила в сибири не было такого холода просто вот я одета по зимнему я иду на участок и мне холодно потому что дует ледяной при ледяной ветер северный какой-то ужасно холодный сегодня 13 мая обещают заморозки минус 3 но почти всю ночь начиная с 10 часов и заканчивая 6 утра все это закончится по прогнозу конечно в теплице в калиновке я закрыла все что можно то что высажено на грядку я закрыла двое двумя слоями спонбонда один из которых 40 по моему или даже 60 грамм на метр квадратной плотности вот все у меня здесь закрыта сейчас теплицы плюс 15 и прошедшая ночь была тоже очень холодной было минус один минус два и к счастью у меня все совершенно целенькая никто не пострадал из теплолюбивых базилик вот не замерз в третий раз хотя мог здесь у меня карликовые томаты взошли что я могу еще сделать для защиты конечно я могу самое простое это поставить свечи металлические ведра в прошлом году я показывала как я это делаю и я сегодня свечите обязательно поставлю я хотела еще на костре нагреть кирпичи и ведро воды это тоже прекрасный мог бы быть вариант но вот я сейчас смотрю что эту ночь растения нормально пережили и сейчас здесь довольно тепло в теплице хотя на улице очень холодно и наверное я не буду это делать тем более на улице очень сильный ветер я боюсь разжигать костер там очень сильно дует как бы не наделать еще одну беду и поэтому что еще можно и важно очень сделать перед заморозками это обработать рассаду каким-нибудь фитогормоном у меня есть эпин экстра это фитогормон я думаю все о нем уже слышали я его не применяла до сих пор но вот здесь даже так вот и написано черным по белому написано снятие стресса при пересадке посадки или температурном стрессе и обработка должна за сутки до высадки проводиться или соответственно за сутки до заморозков вы можете опрыскать свою рассаду эпином и она станет более устойчива к этим самым заморозком и лучше переживет стресс пока что почему-то я слышу только вот уже когда обмороженные растения тогда советуют обрабатывать их эпином а на самом деле даже на упаковке написано это желательно сделать заранее вот но и сейчас вот я приготовила опрыскиватель накапаю нужно совсем немножко две десятых миллилитра на литр воды для такой обработки и начну все опрыскивать рассада томатиков у меня очень хорошее как раз уже готова для высадки теплицу но в той теплице все сто процентов замерзнет потому что там просто теплица ничего нет здесь-то навалено всего доски стена домика все это подогревает и холод если придет то придет только по низам какие-то дырки ничего не зашло в какие-то такие места не заделанные он прорвется вот ну надеюсь все будет хорошо мы переживем спокойно эту зиму зиму хотела сказать эту ночь оговорка по фрейду эту зиму мы переживем надеюсь короткую без потерь вот зрители потом не будут говорить что я надеюсь на авось и бросаю свою рассаду незакрытую незащищенную ну а здесь на полке наверное сто процентов не замерзнет рассада такая она у меня рыженькая потому что я ее полила водой из ржавой бочки наконец-то пошли дожди и поэтому быстро-быстро я стала все поливать бочки освобождать чистая вода набралась пара баклажанов в контейнере и этот перец он вообще эту ночь стоял открытым и замерз а в алюнином саду перец высажен в один у меня экспериментально одно растение высажена в поликарбонатный парник помните мой прошлогодний и сегодня вот сейчас я его проверила этот перчик не замерз и поэтому там в теплице даже не стала заходить потому что если этот одинокий воин не замерз в парнике то в теплице где все хорошо укрыто сто процентов все в порядке зажгла я свечи в теплице собрала дома всякие агарки и огрызки ненужные уже есть которые и по нужнее были освободила ящик в шкафу и с пользой буду использовать эти свечи жар идет просто невероятно жарко и и я подумала зря использовать не зря использовать этот жар а усложнить конструкцию для того чтобы сейчас нагревалась вода которая и будет греть потом мою теплицу под утро потому что понятно что свечки не выдержат до утра и и приблизительно через часа четыре погаснет последняя свеча все они сразу скоростью горят но нагреется и этот бачок и земля которую я насыпала в нем и вода которую я поставлю сверху она тоже очень хорошо нагреется кипяту конечно не будет но нам это и не нужно нам нужно создать какой-то источник тепла чтобы температура не опустилась ниже плюс единички и тогда это будет успех все будет супер замечательно здесь у меня стоит рассада томатов ящик желтеет это очень важно для меня это единственный ящик который внизу стоит баклажаны конечно могут пострадать потому что там бы самое холодное место от краев теплицы но я постаралась туда спонбонда натолкать побольше ну а все что здесь стоит повыше возвышенности я за это даже как-то и не беспокоюсь накрыла двумя слоями спонбонда и все будет хорошо но завтра приду проверять сработают мои ухищрения или все-таки я пострадаю но честно сказать пострадать мне не хочется надеюсь что все сработает да кстати обязательно ставьте в теплицу весной особенно емкости с водой вот сейчас у меня тоже лейка ведра и бачок наполнены водой за день они нагрелись и они тоже будут давать тепло можно накладывать камни кирпичи на солнце днем они будут нагреваться ночью тепло будут медленно отдавать это тоже очень эффективный способ ну конечно если вот вы уже сейчас только-только узнали что через три часа будет заморозок то тогда только свечки укрытия и горячая вода могут вас спасти пришли утром проверяем утром сейчас почти десять утра солнце светит шести утра ярко и поэтому в теплице уже плюс 30 смотрим не пострадали ли растения ночью нет здесь все 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 в порядочке и здесь тоже конечно же все в порядочке все отлично может даже жарко будет им посмотрим на земле что стоит прохладнее тоже все целое ну и там баклажаны я думаю что тоже с ними все хорошо если немножко только подмерзли ну отлично замечательно вот купила клематиса сейчас полью их и поеду домой утром оставила теплицу открытой потому что очень было тут жарко и пришла беда в виде кота видимо который заходил погреться мне сюда ко мне сюда и вот что сотворил перевернул ящик с капустой на ящике с помидорами сейчас буду здесь это все разбирать и там прошелся по всей этой ткани видимо на мешках там лежал в общем спасаешь от мороза страдают растения от котов ну капуста не боится заморозков пострадала от кошки все сильно очень помялось конечно вот больше ему некуда было пойти этому коту кошке ну что это такое изобразие ну вроде не поломалось но все конкретно кривое будет вот так вот все это выглядит ой а скорее бы все это закончилось высадить их в грунт и забыть и каждую ночь у нас заморозки минус 1 минус 2 минус 3 страшно холодно когда все это кончится я не знаю пойду покажу вам немножко как у нас сейчас красиво участки я тут забаррикадировала теплицу а вот жуткий холод просто страшно холодно но зато вот как красиво в калиновке цветут тюльпанчики и цветет груша тоже очень очень красиво все беленькое но из-за заморозков из-за холодов пчелки не летают и поэтому опыление скорее всего не произойдет больших урожаев в этом году вообще ждать не приходится вот все что могла укрыла знала что будет холодно по опыту прошлого года поэтому мало чего высаживала в принципе в калиновке высадила баклажаны потому что их уже не было возможности дальше держать в стаканчиках но они там себя хорошо чувствуют дальше я вам покажу как я защищала их от холода вот рядом с тюльпанами не влезая в кадр не показывала вам еще этих своих попугайчиков они уже скоро отцветут скорее бы все это на самом деле закончилось ужасно уже надоело мерзнуть сегодня ночью я замерзла в своей собственной постели так что у меня сейчас болит горло и воспалились здесь римфоузлы даже просто страшный дубак не реальный отопление давно выключили поэтому я мерзну но прихожу вот на дачу в теплицу погреться я надеюсь что это скоро закончится и мы начнем наконец-то радоваться лету хотя бы в июне может быть будет тепло и все будет хорошо я на это очень-очень надеюсь и вам этого желаю скорейшего потепления не забывайте ставить пальчик вверх этим вы помогаете мне поддерживайте меня морально мотивируйте на новые видео подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны а таких очень много смотрите не подписывайтесь что за дела такие подписывайтесь и будете если нажмете колокольчик получать оповещение на почтовый ящик к вам будут приходить сообщения о моих новых видео и я вам желаю чтобы у вас ничего не замерзло а если уже что-то замерзло не расстраивайтесь вся жизнь впереди но это очень-очень и я думаю что это очень-очень